МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Марина Иванова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Губернатор Михаил Развожаев потребовал разобраться, почему в сквере севастопольских курсантов засыхают деревья. В Гагаринском районе Севастополя продолжается капитальный ремонт дороги на улице Колобова. Дорожники обещают сдать объект уже в октябре. Строительный мусор везут с южного берега Крыма и сбрасывают у горы Гасфорта. Ситуация с распространением коронавируса в Севастополе стабильно напряженная. За последнюю неделю в нашем городе выявили 1578 новых случаев заражения. Это на 222 заболевших больше, чем неделей ранее. Об этом заявил вице-губернатор, курирующий сферу здравоохранения Александр Кулагин на аппаратном совещании в правительстве города. За последние сутки врачи подтвердили 231 случай заболевания COVID-19. Четверо пациентов в возрасте от 63 до 87 лет умерли. 153 человека выздоровели. Темпы прироста контролируемого у нас стабилизировались. Темп прироста за сутки составил 0,96 против 0,97 недели ранее. Темп прироста средненедельный составил 0,97 против 0,89 недели ранее. Коэффициент распространения у нас уменьшился. Он составил 1,02 против 1,2 недели ранее. По информации пресс-службы правительства Севастополя, всего в нашем городе коронавирусом заболел 24 291 человек. 20 564 из них выздоровели. 951 умер. По словам Александра Кулагина, коечный фонд, рассчитанный на больных коронавирусом, свободен на 15%. Количество пациентов в отделении интенсивной терапии сократилось с 64 до 52 человек. Четверо из них по-прежнему подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Однако увеличилось число пожилых пациентов. В стационарах лечатся 369 больных старше 65 лет. По информации Александра Кулагина, 10% из госпитализированных – туристы. На сегодняшний день почти на четверть уменьшилось количество случаев выявления внебольничных пневмоний. Севастополь прошел полпути к коллективному иммунитету против коронавируса. Такое заявление сделал директор Департамента здравоохранения правительства Севастополя Виталий Денисов. По его словам, первым компонентом препарата от COVID-19 в городе привились уже 126 245 человек. Это половина от запланированного количества вакцинированных. Полностью завершили вакцинацию 112 436 севастопольцев. Первым компонентом уже половина нашей расчетной цифры, 53% от всего подлежащего контингента, уже привиты. На прошлом аппарат нам выдавали поручение посмотреть процент недоходов на второй компонент. Значит, на сегодняшний день 3,8%, по России 4,8%. Виталий Денисов добавил, что во всех пунктах вакцинации в наличии имеется 20 тысяч доз всех зарегистрированных в России препаратов от коронавируса. В среднем прививаются 500 человек в день. 27,5 километров водопровода заменят в Севастополе к концу текущего года. 3800 метров новых труб уже уложили. Как сообщил вице-губернатор Николай Жигулин, сейчас строительные бригады работают на 24 участках. 18 объектов переключили на байпасную линию. Временный обходной путь, необходимый на время строительства основного трубопровода. Перед тем, как переключиться на байпас, берем анализы, для того, чтобы подать в воду качественную сеть, если анализы отходят. Причем анализы берем дважды, для того, чтобы удостовериться, что вода надлежащего качества. Нет, никаких таких серьезных ситуаций не было, потому что как раз вот когда промывку осуществляем перед подачей в сеть, мы целостность и герметичность конструкции отслеживаем. Основной упор в работе по замене водопровода делают на центр Севастополя. К примеру, на улицу Ленина вышла дополнительная бригада для ускорения работ. Там планируют завершить укладку новых труб к концу сентября. Михаил Развожаев поручил открыть горячую линию в городском водоканале, чтобы консультировать севастопольцев о ходе ремонта и возможных отключениях воды. Странная история, когда у нас подрядчик и люди остаются один на один. В общем-то, есть заказчик, который должен где-то смотреть, какие-то вопросы устранять. Поэтому еще дайте информацию, там штаб должен быть в водоканале, и люди должны звонить по всем вопросам и от организации каких-то там, соответственно, просто бытовых вопросов, где работы ведутся, там и в дворах, или еще где-то на улицах, и заканчивая какими-то сложностями, если действительно возникают какие-то там проблемы с водоснабжением, там при переключениях и так далее. Городской водопровод меняют в Севастополе по программе водосбережения. Из федерального бюджета на это выделено 910 миллионов рублей. Николай Жигулин также рассказал, что с 18 августа начнется расчистка одного километра русла реки Бельбек и почти двух с половиной километров дна Черной. Губернатор Михаил Развожаев потребовал разобраться, почему в сквере севастопольских курсантов засыхают деревья. Ответственные за содержание отремонтированных общественных пространств, директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов перекладывает вину на посетителей и сотрудников ГБУ парки и скверы. В некоторых случаях есть, что люди побили форсунки, то есть когда проводили кошение или работали с монтажонокосилками, разбивают форсунки, тем самым приходится менять их, а это время. Ну это как бы что значит люди побили? Ну рабочий проводил работы, косил. Руки значит у них из-за того места растут. То есть, ну или не той техникой кошение придется. Ну, допустим, иногда... Понятно, что триммером будешь косить, там не только форсунки побьешь, вообще непонятно там. Ну опять же их откручивают тоже. Развожаев поручил выяснить причины отсутствия автоматического полива в сквере севастопольских курсантов и в других общественных пространствах, где засыхают растения. Виновными, по мнению городоначальника, могут оказаться подрядчики или сотрудники ГБУ парки и скверы, которые недобросовестно выполняют свою работу. Мы тратим деньги, потом вот это... Вместо того, чтобы получать удовольствие, получаем претензии, причем обоснованные от граждан. И, в общем-то, самим, мне кажется, надо здесь чувствовать, что что-то у нас неправильно происходит. Если там люди не умеют эксплуатировать это все, значит, людей надо учить. Если мы там косим траву, то ее надо косить той техникой, которая должна быть там, а не чем попала, уничтожая то, что недавно сделали. Если там плохая поставлена подрядчиком оборудование и криво смонтирована, значит, надо вызывать этого подрядчика и ввести его в суд, если он не готов переукладывать и вести соответствующую работу. Кроме того, выяснилось, что вместо автоматического полива в ряде парков и скверов растения поливают с помощью поливочных машин, что экономически невыгодно. Ну, чтобы этот бардака не было с поливом, разберитесь, что там со всеми системами. Я знаю, что сейчас начали уже, но тоже как бы есть смонтированные системы автоматического полива, за них заплачены деньги, мы машины гоняем по ночам. Ну, как бы так не напасемся мы ничего. Это же для этого и делается, чтобы это работало в автоматическом режиме. Разберитесь с объектами прошлого года, которые были приняты, подписаны соответствующие акты, оплачены соответствующие деньги. Напомним, 16 августа журналисты телеканала НТС вновь подняли тему недобросовестного ухода за недавно высаженными деревьями в сквере севастопольских курсантов. В конце июля в эфире нашего телеканала вышел еще один сюжет о плохом состоянии сквера. Тогда, в ответ на запрос нашей редакции, в учреждении парки и скверы сообщили, что заявка в Севприроднадзор на обследование деревьев отправлена. Однако спустя месяц ситуация так и не разрешилась. В Гагаринском районе Севастополя продолжается ремонт дороги на улице Колобова. Подрядчик компании Севавтодор закончил перенос всех инженерных коммуникаций и приступил к укладке основания под будущие слои асфальта. Для этого дорожники используют технологию холодной регенерации. Согласно плану, обновленную автомобильную дорогу по улице Колобова жители Севастополя получат уже этой осенью. Улица Колобова знакома многим севастопольским водителям. Автомобильная дорога протяженностью всего около километра связывает между собой проспекты Октябрьской революции и Столетовский и порой позволяет ловко избегать заторов и пробок основных городских магистралей. Однако в последние годы езда по ней превратилась в аккуратный объезд, ям и выбоин. С начала года здесь начались работы по капитальному ремонту. На данном участке произведены перенос всех коммуникаций, инженерных сетей, устройство освещения выполнено уже на сегодняшний день. Будут устроены пешеходные переходы, благоустроенные. Будет вдоль дороги устроена аллея на ограждение, пешеходное ограждение. И также нанесена горизонтальная дорожная размерка. Количество получается, общая стоимость объекта составляет 116 миллионов. Протяженность, мощность объекта составляет 1 километр. Практически на всем протяжении улицы установлен новый бордюрный камень. Световые опоры в количестве 43 штук позволят автодороге стать гораздо безопаснее. Подрядчик компания «Севавтодор» уже закончил все земляные работы и приступил к укладке так называемой дорожной одежды. Для этого используется более современная технология холодной регенерации. Преимущество в скорости выполнения работ в том, что вот этот весь материал, который был старый на дороге, повторно используется. То есть нету никакой там утилизации, ни загрязнения, ничего. То есть все заново перерабатывается с добавлением цемента. И получается крепкая, монолитная, можно сказать, плита, которая основание лучше, чем щебеночное основание, в конце концов. После капитального ремонта дороги на улице Колобова появятся две автобусные остановки в обе стороны. Кроме того, проектом предусмотрено создание четырех парковочных зон. Для безопасности пешеходов в районе школы номер 37 разместят лежачих полицейских. В настоящее время на объекте задействованы два десятка единиц дорожной техники и до 40 человек рабочих. Общая готовность объекта составляет 75%. Завершатся все работы уже в октябре 2021 года. Николай Кузнецов, Александр Устич, Севенфорумбюро. Учебный год для севастопольских школьников может начаться позже. Необходимость перенести праздник 1 сентября на две недели власти объясняют ухудшением эпидемической ситуации в городе. О том, что такая мера сейчас прорабатывается, в эфире севастопольского телевидения сообщил губернатор Михаил Развожаев. Решение правительства Севастополя примет на следующей неделе. Во время заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Тем не менее, подготовка к началу учебного года в Севастополе продолжается. В школьных классах проводят санобработку, а учителя проходят вакцинацию. Крымские спасатели продолжают в круглосуточном режиме бороться с последствиями сильных ливней, которые недавно вновь обрушивались на регион. Сотрудники МЧС адресно помогают пострадавшим, откачивая воду из подвальных помещений и придомовых территорий. Всего с начала аварийно-спасательных работ было откачано почти 5,5 тысяч кубометров воды из 49 объектов. Штормовые предупреждения, объявленные накануне, о прохождении сильных осадков на территории восточных районов Крыма подтвердились. Кроме того, сегодня объявлено новое штормовое предупреждение о выпадении сильных осадков в течение дня и до конца суток. В связи с этим, обращаясь к жителям и гостям полуострова, соблюдать все рекомендации и требования безопасности, объявленные главным управлением. Группировка сил и средств от РИСЧС более 600 человек выполняет задачи по ликвидации последствий и стромового предупреждения. Работа продолжается, ситуация под контролем. В работе задействованы 304 единицы техники, 21 плавсредства и 34 мотопомпы спасательного ведомства. Продолжается расчистка русел рек. Более 6 километров спасатели уже отработали. Ливнестоков и дренажных систем. В оперативном режиме принимаются решения о создании временных гидротехнических сооружений для отвода воды от домов жителей республики, искусственных преград и дам. Ситуацию отслеживают круглосуточно, в том числе с помощью летательных аппаратов. В пункте временного размещения на данный момент находится 19 человек, семеро из них дети. С людьми работают психологи МЧС. В понедельник, 16 августа, в немецкой балке специалисты искусственно обрушили обвало опасный склон. По словам главы Севприроднадзора Юлии Гавриловой, в городе идет постоянный мониторинг береговой линии на предмет опасных зон. В случае их выявления специалисты передают информацию в МЧС и приступают к немедленным действиям. В данном случае цепочка эта сработала, данные мониторинга поступили, коллеги подключили все ведомства и работы такие выполняются. Мы в рамках комиссии по чрезвычайным ситуациям провели обследование полностью береговой линии с северной стороны города. Координаты определены, материалы направлены коллегам, прям с точным указанием, где конкретно нужно работы такие выполнять. Информация об опасных участках также поступает от подрядчиков, которые отвечают за пляжи, подчеркнул глава Качинского муниципального образования Николай Герасим. У нас непосредственно вся информация поступает от жителей, от гостей очень быстро и молниеносно, скажем так. Во-вторых, у нас существуют подрядчики, которые отвечают за уборку пляжей, которые тоже ходят, постоянно мониторят и предупреждают также жителей о опасности нахождения на пляже. Напомним, 15 августа специалистами были ликвидированы опасные участки склона в районе села Андреевка и очищена около 20 метров береговой линии. Работы по искусственному обрушению будут продолжаться. Строительный мусор везут с южного берега Крыма и сбрасывают у горы Гасфорта. В понедельник, 16 августа, жители села Морозовка остановили четыре самосвала, груженных строительными отходами. Согласно сопроводительным документам, груз планировалось сбрасывать близ горы Гасфорта. Люди незамедлительно вызвали полицию. Такой сомнительный сбыт грунта, очень похожего на строительные отходы, происходит уже несколько дней. Территория, которая передана ночным волкам, в использовании превращается в настоящий мусорный полигон. У места стихийного сброса отходов выстроилась вереница машин. Недалеко от села Морозовка местным жителям удалось остановить несколько грузовиков, которые постоянно сбрасывают строительный мусор близ озера у горы Гасфорта. Они уже давно, в том году начинали отвозить. Был вроде как договор, представители были байкеров, утверждали, что нам сделают асфальт, восстановят все. Ну как они прекратили возить, сразу все исчезло и за нас забыли. Сейчас опять обновился этот фронт, работы их, завозят грунт, нагружают старую дорогу, которая была, оползну, произошел, часть грунта сползала, дорогу нам восстановил город. Сейчас они опять грузят этот склон. Севастопольцы остановили грузовики и сразу вызвали полицию. Грунт в кузовах машин очень напоминает строительный мусор. На месте правоохранительной органы и представители сейф природнадзора фиксируют нарушения и требуют у водителей грузовых машин документы. На дно из транспортных накладных указано место погрузки. Республика Крым, город Ялта, село Оползневое. На других документах, актах приема передачи в графе «заказчик» указано два слова «байкшу». Люди обеспокоены тем, что территория природного байдарского заказника превращается в незаконный мусорный полигон. Водители руками разводят. Документы практически у всех поддельные. Никто ничего не может толком сказать. Ну, и так все ясно. Некачество грунта. Какой грунт? Никто ничего не знает. Это будет оползень. Продолжится тоже страшный оползень. Вот рядышком находится, вот здесь на перекрестке Дубовой рощи, ресторан практически закрыт не работает. Там часть трассы съехала, ее восстановили. И эта часть съехала, этот перекресток весь находится на грунтовых водах. И это все двигается. Они сейчас опять нагрузят, все это сползет. Редакция независимого телевидения Севастополя направила запрос в Севприроднадзор, чтобы выяснить, какой вред нанес факт складирования строительных отходов экологическому состоянию территории и какие действия предпринимают специалисты, чтобы виновных наказали. Дарья Юхновская, Анатолий Паньков, Севинформбюро. Примитивную услугу по заоблачной цене предлагают доверчивым севастопольцам. В городе по домам пенсионеров вновь начали ходить представители частных компаний. Молодые люди настойчиво предлагают проверить состояние вентиляции в квартирах. Стоимость подобного обследования специалистами беспрофильного образования оценивается от 5 до 8 тысяч рублей. Доверчивые пожилые люди зачастую бывают обмануты такими предприимчивыми дельцами. Очередной инцидент произошел 17 августа на проспекте генерала Острякова. Пенсионерка 1932 года рождения не стала жертвой 18-летнего высококлассного специалиста по счастливой случайности. В этот момент в гостях у нее находился внук. На место вызвали полицию, которой удалось установить. Представитель компании «Экоклимат», которая, к слову, уже успела заработать себе дурную репутацию, подобными визитами к севастопольским старикам не имеет российского гражданства. Правоохранители доставили молодого человека и подоспевшего ему на помощь куратора в отделение полиции для установления их личностей. Телеканал НТС напоминает. Всегда с настороженностью относитесь к подобным визитам. Требуйте удостоверения сотрудника и уточняйте, является ли предлагаемая услуга обязательной. В случае возникновения сомнений связывайтесь с родственниками и профильными коммунальными службами города. С этого года севастопольцам вновь начнут начислять налог на имущество физических лиц. Ранее, начиная с 2014 года, когда полуостров вошел в правовое поле Российской Федерации, для местных жителей были введены временные послабления. Платежи за владение транспортом и землей мы начали вносить с 1 января 2015 года. А вот за недвижимое имущество до 2021 года вносить налоговые отчисления не приходилось вовсе. Если мы говорим о налоге на имущество физических лиц, это налог для города Севастополя, можно сказать, новый. Закон закреплен у нас с 1 января 2021 года. Налоговый орган формирует налоговое уведомление для уплаты этого налога один раз в год. То есть гражданин, получая налоговое уведомление, видит все реквизиты для уплаты налога, видит, за какие объекты начисляется налог. Поскольку налог был введен в 2021 году, оплачивать его нужно будет по итогам года, до 1 декабря 2022 года. Подробнее о том, за какое имущество теперь нужно будет вносить налог и как рассчитывается его сумма, а также о категориях граждан, для которых предусмотрены льготы. В новом выпуске программы «Актуальное интервью» нам рассказала начальник отдела камерального контроля в сфере налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Севастополю Наталья Балуева. Участники яхтенного похода «Паруса памяти Черного моря» прошли более 120 морских миль. Стартовали ребята 7 августа из Севастополя, затем пошли по маршруту Феодосия-Новороссийск-Керчь-Артек. Завершится исторический поход в нашем городе 22 августа, в день государственного флага России. Во время стоянок в городах ребята посещают памятные места и участвуют в спортивных мероприятиях. В яхтенном походе принимают участие 335 подростков, среди которых юнги юнармии, кадеты филиала Нахимовского военно-морского училища, воспитанники Севастопольской детской морской флотилии и представители лагеря Артек. В походе задействованы трехмачтовый фрегат «Херсонес», парусно-моторные яхты «Гермес», «Фиолент» и «Юнона», крейсерские яхты «Спасибо» и «Успех», шхуна лагеря Артек «Святая Татьяна», а также спасательное буксирное судно СБ-5 и катер связи КСВ-67 Черноморского флота. И в завершении выпуска о погоде. По информации севастопольских синоптиков, в среду 18 августа в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду, температура воздуха 27-29 градусов со знаком «плюс». За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 9 детей, 5 мальчиков и 4 девочки. А на сегодня это все. Телефон редакции 590060, а также мобильный, плюс 7 978 900 3131. Уточнить информацию или же оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfiz.tv.com. Ждите новостей. До встречи.